Здравствуйте, Владимир. Что-то вы какой-то уставший сегодня. Да нет, просто работы много навалилось. Вы имеете в виду много спектаклей? Да нет, спектаклей столько же. Я имею в виду вторую работу. Ах да, вы же еще и председатель Союза театральных деятелей. Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «Станция театральная». С вами Марианна Мирная. И я Владимир Гальченко. И сегодня у нас на станции театральная артисты, которым недостаточно одной работы. Маня, привет. Валерий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, извините, что ворвался. Здравствуйте, друзья. У вас, случайно, нет какой-нибудь небольшой работы? Здравствуйте, Феденька, садись, пожалуйста, за свой стол. А мы начинаем. Передавать свой опыт молодежи – это дело очень благородное. и очень трудное. Сегодня на станции театральная заслуженная артистка России и заведующей кафедрой сценической речи нашей Академии культуры и искусства Елена Александровна Лазарева. Здравствуй, Елена Александровна. Здравствуй, Владимир Александрович. Леночка, ну сейчас ты доцент, заведующая кафедрой. А в детстве как было? Ты мечтала быть учительницей или сразу артисткой? Нет, я никогда не мечтала быть учительницей. И артисткой я не мечтала. Я хотела быть балериной. Так. Да. Но у мамы, мама моя медсестра, и нянечка, которая работала вместе с ней, она говорит, нет, 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 балерина, ты очень толстая. Ну почему? Поэтому вот так мечтала быть балериной. Насколько я знаю, ты же и артисткой не сразу стала. Ты же где-то еще хотела учиться или училась? Нет, я не то, что хотела. Я закончила полтора курса, отучилась в КУАИ. Тогда называлась КУАИ, это авиационный институт. А, сейчас аэрокосмический? Да, аэрокос. И факультет у меня был самолетостроение и летательные аппараты. Слушай, слушай, какая у тебя амплитуда профессиональная. Да, да, да. И очень смешно было, когда мы сдавали специальности, то у меня в билете стоял вопрос, фюзеляж. И вот я открыла и сказала... Лена, что это такое? Ты лучше послушай ответ. Я взяла билет, прочитала, сказала, фюзеляж. На французский момент? Да. Да. Ну, педагог говорит, давайте вашу зачетку. Я думаю, о том, что такое фюзеляж, вашим детям расскажет, наверное, ваш муж, которого вы найдете здесь. Леночка, я понимаю, почему у тебя есть вторая работа. Могла быть и третья, и четвертая, и пятая. Но у нас есть небольшой фрагмент из основной, я считаю, все-таки основной работы. Ну, конечно. Из-за сложной артистской России. Давайте посмотрим фрагмент из спектакля. Вот вы сказали, если любите. А я вам, знаете, что на это скажу? Что? Не знаю. Вы это слово мне в насмешку сказали. Да что? А вы нашу сестру строго не судите. Да что вы, я всем доволен. А мужчины завсегда довольны. К тому, как на них ответа нет. А вы возьмите наше дело. Бывало, а? И вспоминать-то смерть. Так жизнь-то не живя и коротали. Замуж тебя не пускают. Любить тоже никого не приказывают. У нас насчет любви большой запрет был. Ой, одно дело. Подделаешься к барыне. Ползаешь, ползаешь перед ней, перед барней-то. Кажется, хуже твари последней. Вот и льготу ты себе маленькую выползаешь. Сердце-то отвагу и дашь. Потому как оно живое своего требует. А вот теперь вернемся к Елене Санне Лазаревой, доценту, педагогу. Серьезно. Скажи, пожалуйста. Что ты считаешь самое важное ты должна дать детям? Вот самое важное. Я понимаю, что профессия у нас очень сложная. Многому надо научить. Надо научить и человеческим каким-то качествам, чтобы за душой что-то было. Иначе ничего не соглашешь. Так вот, самое важное. Это мое мнение. Я так думаю, что, конечно, в педагогике, во-первых, самое главное, это не навредить. Для того, чтобы, да, в школу и получив навыки, мастерства. Школу актерскую. Безусловно, да. Ребята все-таки сохранили свою индивидуальность. А вот скажи, пожалуйста, ты сейчас с многими твоими учениками уже работаешь в одном театре. Как-то изменились ваши отношения? Или по-прежнему ты считаешь, что они твои дети? Ну, во-первых, я... Или теперь у тебя уже другие дети, а эти вроде как уже коллеги. Как? Вообще, не знаю, опять это мое личное мнение. Я не выстраиваю взаимоотношения со студентами, что они мои дети. И с первого курса... Ты строгая? Ну, я не знаю, это пусть они сами говорят. У тебя дистанция большая? Она небольшая, но она есть. Есть. А вот скажи, а они как себя ведут, когда уже вы коллеги? Они за советом бегают? Ну, я думаю, что какие-то человеческие вопросы мы решаем. Человеческие все-таки остаются. Безусловно. А вот скажи, когда ты встречаешься со студентами впервые, вот только они поступили, ты сразу видишь, из кого будет толк? Или бывают сюрпризы? Да, они когда даже выпускаются у меня. Много вопросов, потому что и ты, и я, мы прекрасно знаем, что наша профессия, она настолько непредсказуемая. Ну, ты талант сразу видишь. Да ладно, как ты его поймешь? Или где-то ошибаешься. Или, например, ты так как-то... Ну, есть такое понятие, вот для меня, допустим, органика, заразительность, энергетика, которые обладают. Это да. Это и в актерах есть. То есть ты работаешь с партнерами и видишь, что он молотит просто текст, и при этом он мыслит. А бывают сюрпризы. Вот ты взяла ребенка там на первом курсе, да? Да. Вроде как бы ты к нему кисло отнесла, ничего не увидела. И вдруг где-то там, как бывает у нас, да, на третьем там, даже на последнем бывает, опа, а я и не ожидала. Такое бывает? Ну, во-первых, если мы его взяли уже, значит, ты уже несешь ответственность. Что значит кисло и не кисло? Здесь уже не списываешь. Это уже все претензии ты должен предъявлять к себе. Поэтому трудолюбие, терпение, и чтобы занятия носили творческий характер, и ни в коем случае студент не должен чувствовать, что он какой-то изгой или какой-то неполноценный. Потому что тогда, ну а зачем он тогда пришел в эту профессию? А вот скажи, когда ты можешь сказать, может, какой-то момент был, может быть, какой-то спектакль речевой, который ты делала неоднократно, да, что они тебя порадовали? Вот они тебя порадовали. Есть такое? Ой. Вот я скажу, я довольна. Дети, я довольна. Наверное, каждая работа, которую берется с ребятами, независимо от того, итоговая эта работа или работа, которая идет в процессе, начинается с того, что ты думаешь, боже мой, ты сошла с ума, зачем ты это все взяла? Вот. Но, к счастью, все-таки, мне кажется, мы всегда подходим с хорошим итогом. То есть они тебя никогда не расстраивали? Не огорчали? Вот когда радовалось, понятно. А когда огорчали? Когда огорчают? Ну, огорчают, наверное, потому что ты думаешь, что, черт возьми, наверное, что-то недодала или плохо объяснила. Такое бывает? Ну, в общем-то, дорогие зрители, вам все понятно. Это настоящая актриса и настоящий педагог. Она ни одного плохого слова не сказала про своих студентов. Леночка, я желаю тебе удачи. Это была Елена Лазарева. Спасибо. Переходим к следующему гостю. Вот опоздавший, разрушивший нашу идиллию с Владимиром Гальченко, Федор Степаненко, здравствуй. Здравствуйте. Очень приятно быть у вас в гостях. Нам тоже очень приятно. Федь, откуда ты к нам прибежал, бежал, бежал, аж запыхался? Да, елки закончились. Представляешь, да, люди в январе умудряются праздновать корпоративы. Нет, на самом деле мы все это разыграли, это все была шутка. Я пришел абсолютно отдохнувшим, свободным после уже невероятных праздников и для того, чтобы пообщаться и поговорить на нашу сегодняшнюю тему. Скажи, пожалуйста, вот ты же не сразу стал супер-пупер-мега ведущим корпоративов. Ты же начинал откуда-то все-таки с низов. Ты приехал в Самару из Воронежа, ты там учился. Как ты начинал? Мы была одна старая знакомая, ну, не по возрасту, а по времени старая знакомая. И мы частенько приезжали к ней в гости. И, естественно, были за столом, было весело. И в связи с тем, что, видимо, наверное, благодаря родителям немного Богу и чуть-чуть профессионализма, данного мне в институте, человек просто сказал, хватит трепаться просто так, зарабатывай на этом деньги. Вот. И потом первый раз, да, мне сказали, сделай, пожалуйста, небольшую свадьбу. Я сделал. Вот. Ну, конечно, если посмотреть, как это было тогда, я вообще по-другому выглядел. Сейчас я имею в виду даже физическое состояние. Вот. И это было достаточно страшно. Было не совсем тяжело, сколько и было волнительно. Но вообще, в принципе, вот это мероприятие под названием «Свадебный торжественный вечер» – это действительно очень сложно. Были какие-то случаи, когда, ну, вот сейчас ты вспоминаешь что-то и говоришь, эх, вот за вот это было стыдно. Стыдно не было ни за что. Дело в том, что мне иногда, не то что стыдно, мне иногда непонятно за человека, который приходит со мной общаться для того, чтобы я им помогал. Он мог что-то сделать. Я всегда говорю, что я не буду вас работать, я не буду вас веселить, я буду ему помогать. Человек, который ведет то или иное мероприятие, неважно, что это какой-то частный заказ или что-то на уровне какого-то такого высокопоставленных лиц, все равно ты, почему ведущий ведет, ведет не только текст и программу, но и ведет людей. Вот. И в данном случае меня иногда удивляет, что я говорю, ребят, давайте определимся, кому это нужно. По-моему, в первую очередь, нужно мне, а не вам. Почему мы меняемся местами? Иногда ты не понимаешь, то есть настолько людям иногда как бы совершенно не важно. Причем чем моложе заказчик и у него какие-то свои взгляды. Но это бывает редко, по счастью. Зачастую приходят люди и говорят, Федь, мы про тебя все знаем, мы очень рады и супер, что ты будешь у нас. Вот по поводу про тебя все знают. Тебя, как на твой взгляд, кто больше раскрутил? Сарафанное радио или какие-то услуги агента ты использовал? Как вообще? Потому что сейчас, ну в городе действительно про тебя очень многие люди знают и тебя заказывают. И многие говорят, что нет, нет, мы даже подождем, когда вот Федор будет свободен. Да, да, некоторые люди в сердца говорят, нам не важно, что у тебя спектакль. Я говорю, ребят, это моя основная работа, я не могу. Так, давай точно адрес мы устроим. Ну, понятно, все шутят, естественно. Вот, это приятно, это один из, наверное, самых главных комплиментов, что люди готовы, как ты говоришь, перенести. Перенести свое мероприятие ради того, чтобы ты его провел. Никто меня не раскручивал, я всегда говорю, что я не буду зависеть ни от какого агентства. Я просто со всеми был в хороших отношениях. Была такая история, я только начинал, и когда мы познакомились с человеком, который организовал для своих друзей мероприятие, мы с ним первый раз встретились, это было лет 13 назад, сейчас мы с ним хорошие друзья. Он говорит, я когда тебя первый раз увидел, я думаю, кто? Как он все запурит, все мероприятие? И потом, когда ему позвонили, сказали, чувак, спасибо, где ты этого парня нашел? Это просто сумасшедший дом. И благодаря этому, наверное, тоже все и случилось. Клиенты, твои заказчики, люди, с которыми ты работаешь, потом ходят к тебе на спектакли? Вот, кстати, забыл сказать, театр, это, наверное, тоже очень большой процент, потому что люди, вот недависимо вчера я имел честь быть в гостях, работать, быть в гостях у достаточно известных людей в нашем городе. Вот, был юбилей, и подходит ко мне женщина взрослая, у нее юбилей, и говорит, то есть я ей гожусь в сыновья, и она говорит, Федор, вы знаете, спасибо, что вы у нас... А я еще ничего не сделал. Вот, спасибо, что вы у нас. Я когда узнала, что именно вы будете, мне стало так приятно, спасибо большое. Потому что театр, да, когда Вячеслав Алексеевич Глазков мне сказал, что там я слышал, ты в какой-то рекламе снялся. Я говорю, ну да, это, по-моему, получилось неплохо. Он говорит, в том-то и дело, что неплохо, молодец, не уронил планку театра. У нас есть небольшой фрагмент из спектакля с участием Федора, давайте посмотрим. Профессор, вон пролетело краснобрюхое грудахвостка. О, что это за зверь? Здесь? Да, да. Сказочно красивый лес, не правда ли? Ох, признаться, я думал, 4 мили, это значительно меньше. Ну, что вы? Половину мы уж преодолели. Половину? Да. Ой. Слушай, профессор, а у вас завтра трудный день, не так ли? Да. Слушай, профессор, а знаете, как я в шутку называю брак? Смерть надежды. Да. Нет, ну это, конечно, в шутку, хотя в каждой шутке... Случаи какие-то интересные бывают? Ну, да, сейчас за кадром хотел рассказать. Нет, на самом деле, случаев очень много интересных. Друзья мне хорошо разыграли, звонок по телефону, я не знаю, кто звонит, книжка не определила. Здравствуйте, Федор, я говорю, да, меня там зовут Александр, скажите, пожалуйста, мы знаем, вы ведете свадьбы? Я говорю, ну да, есть такой момент в моей жизни, ой, мы очень много нас слышали, но у нас к вам такое несколько экстремальное предложение, я говорю, что случилось, я готов просматривать разные моменты. Не могли бы вы провести свадьбу собачью? Я торопил, конечно, но мы потом посмеялись. Ну, согласился? Ты знаешь, да нет, ну это глупость. Был еще более интересный случай, я тебе клянусь, я могу рассказывать миллиард историй, я только-только год или полтора в Самаре, но это вообще, я не знаю, какому профессионалу, это просто нонсенс. У меня был домашний телефон, когда я работал еще в Самарте, вот, вечер звонок, мне может позвонить только мама из Воронежа, там семья, я говорю, да, и такой, всегда по голосу можно понимать, кто звонит, какой-то взрослый мужской голос, такой какой-то приятный мягкий тембр, и говорит, добрый вечер, могу ли услышать Федора? Я говорю, да, а я еще, я не люблю вечерние звонки, потому что я знаю, что мне не может никто позвонить, особенно если это не высветился кто-то, я волнуюсь всегда, вот, я говорю, да, я вас слушаю, вы знаете, там, меня зовут так-то, так-то, у меня, может быть, к вам неординарные разговоры, предложения, но я надеюсь, вы меня поймете и вы слушаете. Я говорю, ладно, хорошо, я вас слушаю. Понимаете, я очень обеспеченный человек, у меня все в порядке, как вы можете понять, я воспитанный, я старше вас гораздо, у меня есть дочь, я говорю, прекрасно, вас поздравляю, о чем речь, и вы знаете, сейчас настолько все, очень все грязно, очень невоспитанно, и даже иногда страшно вечером выйти на улицу, и вот он что-то долго говорит, 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 я ничего не могу понять, и он говорит, а я хочу, чтобы, понимаете, я вас знаю. И когда, и тут он когда переходит к делу и говорит, Федор, я хотел бы, чтобы вы приезжали ко мне домой, к моей дочери, и как-то плавно обучали вот ее искусству любви, отношений. Я оторопил, я не понимал, что происходит, я не знал, что делать. Это тоже был розыгрыш, или это на самом деле было? Нет, это было по-честному, да. Так же, как мне говорит Федор, ну, вы как бы человек интеллигентный, не хотели бы вы работать в скортуслугах? Я говорю, подождите, я знаю только одни скортуслугах. Нет, 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 это мужчина как бы на вечер. То есть мы вас одеваем, просто быть с дамой, вести беседы и прочее, прочее, прочее. То есть, представляешь, как можно много было профессий параллельно найти? Да, можно было не две работы, а три, четыре и больше. Да, да, да. Какая-то была жуткая история, когда приехала какая-то женщина на вахту театра и попросила спуститься кого-то из молодых актеров. По-моему, был я и еще, нет, еще кто-то был, ну, потому что сразу по работе, ребят, что кто свободен, куда что, вот. И она совершенно обыкновенно нормальным человеческим взглядом говорит, ребят, такая ситуация, нужно просто, у меня проблемы с мужем, я вас хочу пригласить в ресторан, мы с вами пообщаемся, зайдет муж и как бы вот. А это были... Ну, все за деньги, естественно, она это предлагала. Нет, деньги это даже не обсуждается. Но фишка в том, что это был конец в 90-х, начало нулевых, и я понимаю, какой, может быть, мог бы результат быть. Вот, поэтому даже такие истории случались. А бывает, когда, ты же бываешь все равно на других мероприятиях гостем, скажем, друг женится или там подруга замуж выходит. Да, 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 да. Ты, ну, как-то сравниваешь, как человек другой ведет? Нет, я не сравниваю. Или ты расслабляешься и отдыхаешь? Я не сравниваю, я стараюсь отдохнуть, я стараюсь, не только стараюсь, я прихожу отдыхать. Иногда хочется приехать и посмотреть, как работает коллега по цеху, и что-то просто взять. Потому что мы, к сожалению, не можем, мы, ну, может быть, я в этом виноват. Мы редко встречаемся, ну, не то, что специально сесть и перенимать опыт. Вот, и бывает, когда приезжают московские звезды, и ты стольким недоумением понимаешь, что как-то страна, что люди делают. Бывает, ты слышишь, что, да, приехали звезды, заплатили какое-то огромное количество денег, и что-то не произошло. И говорят, да зачем тогда приглашать в Москву, если есть свои самарские. Вот, то есть, ну, я не... Думаю, я могу сидеть с своей женой и говорить, а, там, смотри, какая дичь, да. Но здесь, и даже если что-то мне не понравится, я, наверное, ну, это не комильфо, это неэтично. Подходите и говорите, старик, ты что-то завалил вечерину. Пообщаться, да, какое-то, если близкое отношение, можно какие-то вещи подвигать. Но зачастую больше интересно понимать, на чем человек движется, и что он использует для того, чтобы приподнять большую компанию людей. Вот, наверное, так. Спасибо тебе огромное, что пришел. Я тебе желаю столько работы, сколько тебе самому хочется. Мы закончили? Ты что-то еще хотел сказать? Да я готов рассказать миллиард историй. Я клондайк для зрителей. У нас, к сожалению, хронометраж передачи всего 30 минут. Но если ты заплатишь, можем еще одну историю выслушать. Да я шучу. Нет, на самом деле тоже очень приятно, что вы приглашаете. И ты знаешь, приятно то, что мы также можем себе позволить профессионально говорить не только на тему моей основной профессии, но и на тему моей второй работы, о чем, собственно, и тема вашей передачи. Спасибо огромное. Это был Федор Степаненко на станции «Театральная». Спасибо. Не каждая актриса может быть певицей, равно как и не каждая певица может стать актрисой. Сегодня у нас на станции «Театральная» и актриса, и певица Влада Филиппа. Добрый вечер, Володя. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, вот я сколько тебя знаю, у меня такое ощущение, что ты раньше начала петь, нежели разговаривать. Ну, это почти так. Потому что с раннего детства все это происходило, с раннего детства все это пелось. И благодаря моим родителям… А ты бред усталили, да, когда гости боятся и спорят? Да нет, я… Сама пела? Сама и вместе с родителями, и с папой. Тебе нужен был зритель? Зритель? Вот когда ты пела. Или ты могла петь сама? Сама, так же, как и танцевать. Мне не нужно было зрителя. Я могла включать пластинку и часами танцевать, и так же петь. Петь под пластинку вместе с зарубежными певцами. Ага. Ты поешь в спектаклях. Скажи, пожалуйста, какой репертуар в театре, как драматическая актриса, тебе больше близок? Музыкальный или спектакль, или не музыкальный? Ой, ну, конечно, наверное, больше музыкальный, хотя я очень люблю и драматические свои какие-то роли, и вообще драматический репертуар. Ну, в театре мне много не хватает, конечно, музыкального репертуара. Ага. Это была моя мечта всегда. Ты хотела больше петь в театре, да? Конечно, конечно, я хотела больше петь в театре. Раз мне это нравилось, раз у меня это получалось, конечно, я хотела больше петь. Но, к сожалению, так складывается. У нас есть небольшой фрагмент из спектакля драматического театра. Посмотрим. Бывало, я сидела у себя в спальне наверху и представляла, что подушка – это мой муж. И я его… Спасибо, дорогая. Я его… Я его расспрашивала. Как прошел день, дорогой? Что нового в офисе? Ну-ка, идем сюда. Да, понравился тебе мой ужин. И куда мы поедем зимой в отпуск? И тут у него для меня оказывался сюрприз. Билеты сбылись. И мы целовались, целовались. С подушкой, представляешь? Я в подушку обнимала. А потом рассказывала ему, что только что была у врача. И узнала, что жду ребенка. Идиотка. Ну вот с драматическим искусством мы разобрались. Скажи, пожалуйста, а вот как певица, какой репертуар тебе больше нравится? Эстрадный, народный или какой? Ой, Володя, ты знаешь, я… Слушай, я знаю, ты поешь и это, и это. Да, я с большим удовольствием пою разные жанры. Но, наверное, всего ближе, с чего я, в общем-то, и начинала, это ретро, это музыка моих родителей, это репертуар где-то 50-х, 60-х годов. Нет. Нет. Советская эстрада. Да, это советская эстрада. Советская эстрада, да. Да, и такой легкий, как бы несложный джаз, поскольку я не профессиональной певицей, никогда себя не считала. Я бы так не сказал. Нет, нет, я не считаю так. Я стараюсь, можно не иметь, мы знаем кучу актеров, извините за слово такое, наоборот, не имеющих, в общем-то, практически никакого голоса, но всегда подающих это актерское пение. Драматические артисты другим поют. У тебя же есть вокал еще. Ну, вокал. Я тоже что-то там урлыкаю на гитаре. Да, но я же профессионально вокалу не училась никогда. Владочка, ну, твой муж Володя Сопрыкин, наш коллега, артист драматического театра и дочь замечательная. Скажи, пожалуйста, дома поете? Поем. Что, втроем? И втроем поем, да, поскольку дочь у нас уже поет, она так занимается пением, ну, не скажу профессионально, ну, начинает какие-то шаги, это очень нас радует, конечно, мы с папой туда вклиниваемся и просто поем. Дочь поет бесконечно все время и делая уроки, и в ванной, и просто, то есть рот не закрывается. Да, это моя история. Видимо, твоя и перспектива тоже будет вторая профессия. Ну, очень известно, куда ее поведет, но это нас, ну, нас это радует, тем более, что совсем... А сколько лет дочери? Восемь. Восемь. Ну, конечно, еще непонятно. Да. Ну, а вдруг повторит мама, скажи, пожалуйста, а есть какая-нибудь песня, которую вы любите с Володей петь? Думаю, как-то... Или некогда, все, мы пришли домой, давай отдыхать? Да нет, бывает, но это же бывает как бы в определенной обстановке, когда это или гости, или... Ну, так вот, я, наверное, совру, если я скажу, вот, вот мы вдвоем сядем, как-то нас поведет. Нет, ничего этого, конечно, не бывает. Не бывает. Потому что на это просто не то, что нет времени, это нужна определенная обстановка. Действительно так, артисты дома любят отдыхать, это все правильно. Да. Влад, споешь что-нибудь? Это рояль в кустах. Да, может быть, про любовь? Ну, и про любовь тоже, и одна из любимых моих песен, и песен моих родителей. Ну, в общем-то, я уже говорила о том, что я люблю то время, я люблю этого зрителя, я люблю этот возраст. И очень красивые мелодичные песни, мелодии и тексты, которые они, наверное, о многом говорят. Поэтому, и важно всегда это исполнять, я всегда стараюсь петь не просто, ну, не вокально, а актерски, и с большой долей самоиронии, потому что, наверное, без этого тоже нельзя. Ну, и с удовольствием, конечно. Итак, дорогой зритель, для вас поет Влада Федоровна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Так что совершенно не важно, сколько у вас работ. Одна, две или, может быть, даже больше. Важно выполнять ее качественно и с удовольствием. С вами, дорогие зрители, мы увидимся в следующем месяце. За это время обязательно сходить в театр. До свидания. 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 До свидания.